Иран может подорвать Ближний Восток. Спецслужбы Израиля предупреждают, что в стране тайно строят ракетные заводы и даже создают целую сеть военных баз в нескольких государствах, не гнушаясь при этом услугами террористов. Наш израильский корреспондент Григорий Бадо расскажет больше. Иран строит ракетные заводы, и не только у себя. Израильская спутниковая компания «Интерсат» опубликовала снимки из Сирии, на которых отчетливо виден завод, как две капли воды, похожие на объекты того же класса в Иране. По мнению специалистов, там смогут производить ракеты «Фатых-110» дальностью 300 километров. Завод окажется под прикрытием российских ПВО, поскольку находится на том же побережье, что и Тартус, где располагается российская военно-морская база. Строительство нового завода означает, что Иран уже напрямую работает в Сирии. Новый завод будет на 100% иранской военной базой. При этом на нем будут производиться ракеты. Единственная возможная цель которых – Израиль. Ни для чего другого они там не нужны. Востоковед Минаш Амир с выводами израильских спецслужб согласен. Иран не соблюдает соглашения об ограничении своей ядерной программы и никогда не собирался этого делать. Информация о подземных заводах по производству баллистических ракет спровоцировала США на введение санкций, и теперь Тегеран может использовать их как предлог для выхода из соглашений. Скорее всего, об этом будут говорить главы МОСАДа и военные разведки Израиля уже на этой неделе в Вашингтоне на совещании с коллегами. Причиной визита израильских высокопоставленных силовиков США, по моему мнению, является новая разведывательная информация по ракетному заводу в Сирии. Сейчас ведется напряженная дипломатическая работа, учитывая, что Израиль может уничтожить этот завод. Ведь президент Трамп, очевидно, даст добро, а Путин, скорее всего, нет. Тем временем на Ближний Восток с официальным визитом едет генсек ООН Антонио Гутереш. Израильские военные предоставят ему новую информацию о действиях террористической организации Хизбалла. В частности, о том, что боевики с помощью Ирана создают базы вдоль ливанской границы. Появление такой шиитской оси от Ирана до Ливана через Ирак и Сирию представляет опасность не только для Израиля, но и для умеренных суннитских государств. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Алиса Неверовеса, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Продолжение следует...